МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Выбор сделан". В России прошел масштабный день голосования. О первых итогах через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Флот ненецких рыбаков впервые за 20 лет пополнился современным судном. На судоверфи в Стамбуле спущен на воду траулер Печора. Сейчас вот новые будут. Будут красивые. Вот танцы, клятки. Сейчас у них можно подсниматься. Они, правда, сегодня уже такие операции начали, а вчера-то они еще уже не пилили. Они же распыточники. В Наринмаре подведены итоги конкурса по предоставлению грантов на создание собственного бизнеса. В гостях у начинающих предпринимателей побывала наша съемочная группа. В новом облике в поселке Искателей продолжается благоустройство дворов и улиц. Наши корреспонденты выяснили, на что именно потрачено 15 миллионов рублей. Финишная прямая очередной недели. Время подвести черту и вспомнить самые яркие события минувших 7 дней. На телеканале «Север» программа «Итоги недели» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! 13 сентября в России прошел масштабный день голосования. Первые участки открылись еще в 23 часа по московскому времени в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Единый день голосования охватил 83 субъекта Российской Федерации. Выборы 2015 уже назвали уникальными по своему масштабу. Они включают в себя около 10 тысяч избирательных компаний и охватили свыше 59 миллионов избирателей. Всего в стране работали более 57 тысяч избирательных участков. В 21 субъекте Федерации выбрали глав регионов. В единый день голосования определены новые составы 11 региональных парламентов и депутаты 23 административных центров. Состоялось большое количество муниципальных выборов. В выборах различного уровня принимают участие кандидаты от 49 партий. Таким образом, избирательная кампания прошла, как говорят, в Центре избиркоме с высокой конкурентностью, причем возрастающей год от года. Напомню, выборы прошли в 83 субъектах Российской Федерации. Участие в них не принимали только Кабардино-Палкарская республика и Республика Северная Осетия. В единый день голосования на территории Ненецкого округа работал 51 избирательный участок. Жители округа приняли участие в выборах губернатора Архангельской области. В Наринмаре прошли также дополнительные выборы двух депутатов в городской совет по портовому и центральному избирательным округам. Жители Великовисочного и Телевисочного сельсоветов избирали новых глав муниципальных образований. Телевещане также выбрали депутатов в поселковый совет по многомандатному округу номер один. В 20.00 по московскому времени избирательные участки закрыли свои двери. Начался подсчет голосов. Я думаю, что точный результат мы будем по округу подписывать наверное где-то во второй половине дня, так как на 14 сентября назначено итоговое заседание, а 15 числа уже Георгий Александрович все данные доставит в избирательную комиссию Архангельской области. То есть предварительные данные будут известны в течение трех дней. А дальше по законодательству у нас есть срок, когда в течение месяца мы должны уже итоговые данные, общий результат по Архангельской области сообщить. Ну и по муниципальным образованиям также точно. Они подводят также в вечернее время до утра следующего дня, оглашают эти результаты и на своем заседании утверждают итоги голосования. За ходом голосования в течение всего дня пристально наблюдали и мои коллеги. Нам удалось побывать практически на всех избирательных участках, расположенных в Наринмаре и поселке Искателей. Явка везде разная, впрочем, говорить о конкретных цифрах пока еще рано. Окончательная статистика появится не раньше, чем через несколько часов. Но уже ясно, жители региона голосовали охотно. На некоторых участках выстраивалась даже очередь, а самые нетерпеливые избиратели сделали свой выбор буквально на первой минуте после официального старта единого дня голосования. Репортаж Олега Хатанзейского. Избирательные участки свои двери распахнули ровно в 8 утра. А уже через минуту появились первые желающие проголосовать. И это несмотря на выходной день. Я всегда рада стою. Вот почему рада не прийти. Я еще поздновато пришла, все ждала, когда начнут сюда приходить. А потом окошко смотрю, что все идут. Я тоже пришла. Самый большой поток избирателей наблюдался, пожалуй, на двух участках. В 47-м и в 48-м. Там, помимо губернатора Архангельской области, выбирали и депутатов в городской совет по двум округам. Всего 15 кандидатур. Чуть ли не рекордное количество. Они тоже принимали участие в голосовании, а затем пристально наблюдали за прозрачностью выборов. Делали ставки, переживали, верили. Выборы важны, потому что мы выбираем власть, которая потом принимает соответствующие решения, которые связаны с нашей последующей жизнью. Это связано также с нашей гражданской аппетицией. Пожелаю удачи всем, кто сегодня участвует в выборах. Пожелаю всем кандидатам хорошей явки. Поэтому все покажет конец дня. Хотелось бы, чтобы как можно больше народу проявило свою гражданскую активную позицию. И как можно больше народу пришло сделать свой выбор. Независимые наблюдатели и огромный полк журналистов. Максимум усилий было направлено на то, чтобы обеспечить прозрачность процесса голосования и исключить возможность фальсификации. Получилось. Выборы прошли спокойно, ни одного замечания. Это отметил и глава субъекта Игорь Кошин, когда лично посетил один из участков и оставил там свой голос. В последнее время выборы приобретают цивилизованный характер. Ровно проходит избирательная кампания. Практически нет жалоб, практически нет нарушений, нет скандалов. Это так называемого черного пиара. Это говорит о том, что... Это говорит об уровне развития страны в целом. Ну а в нашем случае об уровне развития округа. Избиратели на месте имели возможность ознакомиться с теми, за кого им предстоит проголосовать. Большие стенды с фотографиями и краткой биографией кандидатов стояли перед входом на участки. Ну а дальше все по стандарту. Человеку вручали в бюллетене, с ними он направлялся в специальную кабинку. Буду ждать вечера, кто выиграет. Свой гражданский долг выполнили и депутаты окружного собрания. На участках они побывали еще в первой половине дня. Сделав выбор, делились впечатлениями. Я уверен, что каждый кандидат, а их сегодня достаточно много, каждый кандидат уверен, что он сегодня победит. Это, наверное, неплохо. Уверен в своих силах. И это создает определенную конкуренцию. И люди, по крайней мере, сегодня у людей есть выбор. Я думаю, что избиратель округа правильно оценит ситуацию, связанные с отношением с Архангельской областью. Это важные выборы. Настроение всегда должно быть хорошим. Поэтому я призываю всех свой гражданский долг выполнить, прийти на выборы, показать высокую явку. Я считаю, что это будет просто правильно. У нас, наверное, впервые зарегистрировалось такое количество кандидатов на мандат депутата городского совета. Это радует, поскольку у нас пошла молодежь. У нас присутствуют в кандидатах самые различные специальности. Возраст молодые прошли ребята. И, что приятно, и по квалификации тоже, начиная от предпринимателей до чиновников. А вот законотворец Андрей Ружников на выборы попал, что называется, с корабля на бал. Депутат только сегодня вернулся с отпуска и сразу же отправился на избирательный участок. Он уверен, изменить судьбу тысяч способен даже один единственный голос. Мы должны прийти и сделать этот выбор сами, чтобы потом не винить тех чиновников, которые плохо справляются со своей задачей. Ровно в 20.00 избирательные участки прекратили свою работу. Начался подсчет голосов. Все данные стекаются в избирком. Первые и предварительные результаты станут известны уже ближе к утру. Однако говорить об окончательных и официальных можно будет лишь через несколько дней. Олег Котанзейский, Владислав Новский, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И теперь к другим важным событиям. 8 сентября в Турции спустили на воду новый рыболовецкий траулер, предназначенный для российских рыбаков. Современное судно построено по заказу ненецких рыболовецких колхозов и предназначено для работы в северных широтах. Оно позволит добывать в три раза больше трески и пикши, чем старые траулеры, спроектированные еще в 50-х годах прошлого века. А новые технологии практически полностью автоматизируют его работу. Из Стамбула репортаж Владимира Томилова. Этого события ненецкие рыбаки ждали больше 20 лет. Посмотреть, как воплощается мечта в жизнь, в Стамбул, где расположилась одна из крупнейших судостроительных компаний Турции, приехали представители всех семироболовецких колхозов ненецкого округа. Они не скрывают радости, ведь поверить в происходящее сложно. Судно совершенно нового поколения скоро попадет в распоряжение рыбаков. Это другой уровень, другие технологии, качество труда. И в то же время новый пароход, это мощный двигатель, работа на больших глубинах. Ну, типа самое современное, хорошее промысловое судно. Разработкой проекта занимались норвежские проектировщики, известные во всем мире своими наработками в рыболовецкой отрасли. Главная задача – создать мощный траулер, отвечающий всем стандартам и при этом способный вести промысел в суровых водах арктических морей. Воплотить их идею в жизнь принялись турецкие судостроители, славящиеся применением новейших технологий. Они позволяют качественно и в сжатые сроки возводить корабли. Чтобы собрать этот траулер, им потребовалось всего 8 месяцев. Это не только рыболовецкий траулер, это еще и рыбоперерабатывающая фабрика. Мы не только выполнили требования Российского регистра судоходства, но и Российской санитарной инспекции. Мы надеемся, что будем выполнять строительство судов также и для Атлантического и Тихоокеанского флота. Новый траулер получил название «Печора» в честь главной реки Ненинского округа и одной из крупнейших в Европе. Длина корабля 60 метров, ширина 15. На его борту европейская навигационная система, усовершенствованное траулерное оборудование. Также «Печору» оснастили фабрикой по переработке, заморозке и упаковке рыбы. Она способна вылавливать 60-70 тонн рыбы в сутки, а в трюмах может разместить до 700 тонн продукции. Это в три раза больше, чем могут позволить себе устаревшие и созданные еще в советские времена рыболовецкие суда. Обслуживать новый траулер будут 28 человек. 90% всей работы выполнит автоматика. Обновление флота сегодня основная задача в рыбной отрасли Российской Федерации. И задача, конечно, федеральных органов Российской Федерации обеспечить рыбакам условия для того, чтобы они могли строить суда не только в России, но и за рубежом по нормальным экономическим условиям. Для строительства траулера Ненецкий рыбаколхоз «Союз», в который входят все отраслевые колхозы Ненецкого округа, привлек заемные средства банка. Казалось бы, опасно, непростые с экономической точки зрения времена. Но сегодня государство четко дает понять, какие квоты светят рыбакам на ближайшие 10 лет. Вот и рыбаки все просчитали и поняли. Окупить затраты можно менее чем за 20 лет. Зато прослужит судно с учетом модернизации без малого полвека. То есть можно было спокойно менять технологическое оборудование, не заменять, ставить более качественное, более новое и тому подобное. С учетом перспективных вводов новых, да, какие-то технологические процессы? Важен сам корпус, получается. Те, которые мы сюда были, они у нас узкие, 9 метров, 15 метров. Поэтому можно много бы отменять. Они нашли очень хороший механизм при поддержке нашего российского капитала. Выработали хорошую кредитную линию. То есть, скажем так, все было сделано очень продуманно и, наверное, своевременно. Возможно, сейчас это решение может быть отложено на какой-то другой срок. Но все было сделано вовремя. В Турции стояла солнечная погода, но в день торжественного первого выхода в море Печора над Стамбулом нависли тучи. Рыбаков это не смутило. Ведь по русским поверьям, дождь в начале пути – это знак удачи. Судно спущено на воду, но до начала промышленной добычи рыбы еще нужно подождать. Следующий этап – это оснащение траулера, современная техника и покраска. И уже в марте 2016 года Печоры отправятся покорять ледяные просторы Бареньцева моря. Владимир Томилов, Сергей Качиков, Телеканал «Север», Стамбул, Турция. На неделе в окружной столице подведены итоги конкурса по предоставлению грантов на создание собственного бизнеса. Из семи заявок, одобренных к финансированию, четыре были представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами. В гостях у начинающих фермеров побывала и наша съемочная группа. Анжелика Дементьева – одна из победителей конкурса грантов. Несколько лет занимается разведением перепилов. Сначала это было личное подсобное хозяйство, но когда спрос начал расти, увлечение переросло в бизнес. На сегодняшний день спрос превышает предложение, поэтому мы хотим как минимум в два раза увеличить поголовье. И поэтому мы, во-первых, модернизируем немножко помещение, потому что если сейчас, допустим, форточек и открытых дверей хватает, чтобы проветрить, а когда будет большое поголовье, нужна будет вентиляция хорошая. Кроме устройства вентиляции на средства гранта предприниматель планирует оборудовать отдельное помещение для молодняка и кормов. Сейчас в хозяйстве Дементьевых 350 несушек. В день они несут до 250 яиц. Особая гордость – размер перепелиного яйца. Весит такое яйцо 12 граммов. И это хороший показатель. По сравнению с куриным яйцом, в одном грамме перепелиного содержится в два раза больше витаминов. В отличие от куриных, перепелиные яйца способствуют понижению холестерина. Чтобы получить такой ценный продукт, кроме особого ухода, требуются и немалые денежные средства. За два дня 350 птиц съедают мешок зерна, а это 2000 рублей. Сейчас вот новые будут. Будут красивые. Но танцы, клятки, сейчас у них можно это снимать. Они, правда, сегодня уже такие операции начали, а вчера-то они еще золотые были. Они же распыточились, получаются. У нас бывают месяцы, когда мы уходим в такой минус. Допустим, когда мы в начале месяца платим 40 тысяч за корм, потом в конце месяца 40 тысяч за доставку корма, а доходы от яйца, допустим, 17-18, ну 20 тысяч максимум. И поэтому, вы знаете, люди очень просят не бросать. У меня иногда опускаются руки, а такое бывает. Чтобы у предпринимателей не опускались руки, в этом году комитет инвестиций и развития предпринимательства существенно увеличил сумму гранта с 300 до 500 тысяч рублей. Эти средства помогут увеличить поголовье птиц до тысячи. Следовательно, количество перепелиных яиц увеличится до 750 в сутки. Увеличить поголовье до тысячи в этом году сможет и еще один владелец крестьянско-фермерского хозяйства Олег Павленко. У фермера более 400 голов. Кроме птиц в хозяйстве козы, кролик и поросята. Ты не бодаешься? Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Дружелюбному козлику-кубику и свинке Нюше, как и ее соседям, очень тесно в небольших загонах. А сейчас с наступлением осени еще и очень холодно. В первую очередь мы хотим часть небольшую потратить на постройку второго здания. Ну и то, так думаю, может одно большое сделаем, посмотрим. То есть нам нужно побыстрее сделать, чтобы, как говорится, до снега. Потому что уже реально так прохладно. Мы печку добавили, уже внутри там тоже подтапливаем. И хорошо, что вот эти деньги гранта. Большое спасибо, что, так сказать, не бросили нас, а помогли. В этом году Комитет инвестиций и развития предпринимательства поддержал 7 бизнес-проектов. Среди победителей 7 крестьянско-фермерских хозяйства. Искатели преображаются. Порядка 15 миллионов рублей в этом году потрачено на благоустройство поселка Геологов. 10 миллионов выделил Заполярный район, остальные из муниципальной казны. Для удобства жителей обустроены придворовые территории, построены тротуары и детские городки. Что уже сделано и что еще предстоит сделать, узнала Алена Валей. С каждым годом территория около моста дружбы или любви, как его называют в народе, преображается. Уже отсыпаны дорожки около проезжей части, установлено освещение. Сейчас на очереди обустройство площади около свадебного дерева. Идет благоустройство, тоже будет благоустройство. Будет уложена брусчатка, подъезд будет, автостоянка вот в этом месте стоять. На данный момент ведутся бетонные подготовительные работы. И я думаю, что в ближайшие дни уже начнем подготовку к кладке брусчатки. В следующем году уложат бетонные плиты и сделают дорогу от моста до поселка Искателей. Но на этом работы по благоустройству не закончатся. В планах построить парк отдыха на Захребетной курье, где можно будет провести время на свежем воздухе. Проект предусматривает детскую огромную площадку, типа детского кафе, разные мангалы, чтобы люди могли, беседки. Приходить сюда и отдыхать просто в такое хорошее время. До открытия парка отдыха еще далеко. А вот на улице монтажников работы почти завершены. Здесь для детей выстроен новый детский городок. Все оборудование и прорезиненное покрытие соответствуют необходимым стандартам. В ближайшее время здесь же установят спортивную площадку. И останется дело за малым – озеленением. Также высадка газонов предстоит и на другом объекте – площадке перед поселковой администрацией. Возле администрации мы в том году начинали. Недобросовестные подрядчики были в этом году. Сделали благоустройство. И площадки, и стоянки. Сейчас проводится озеленение. Я думаю, что где-то на следующей неделе его закончат. Там работы будут завершены. Плюс там еще кустарник. Где-то порядка 40 кустарников надо посадить. Местные, так сказать, растения, которые приживаются хорошо. Озеленение планируется и по обочинам новой дороги в микрорайоне «Факел». На строительство нового участка выделено 146 миллионов рублей. Три километра асфальтового покрытия уже уложено. Теперь проехать к частным домам или земельным участкам, которые выделены многодетным семьям, не составит труда. Также эта дорога соединит виллаж с «Факелом» и искателями. В дальнейшем между микрорайонами будет запущен автобусный маршрут. Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова